Уважаемый шейх, вы многие годы занимаетесь призывом к религии Аллаха. Можете ли вы вспомнить самую удивительную историю, которая случилась с вами и которую вы не можете забыть? По милости Аллаха, большое количество людей приняло ислам. Однако я помню, как в одно время жил в Дубае и преподавал там исламское воспитание в местной школе. Однажды в четверг, когда я возвращался домой, мне позвонила одна женщина шведка и сказала, Я была в торговом центре и познакомилась с мусульманкой. Я ей задавал вопрос и она сказала, тебе лучше поговорить с шейхом Маккарти. Я не знал, кто она, откуда взяла мой номер и так далее. Она позвонила и почти полчаса расспрашивала меня. Я ей сказал, у меня будет лекция в одном из центров, приходи туда и после лекции мы поговорим. После лекции мы встретились, со мной была моя жена и еще одна женщина, руководитель центра. Проблема этой женщины заключалась в том, что она чересчур много прочитала, прочитала практически все об исламе. Даже ознакомилась с вопросами фикха. И она сказала, у меня проблемы с многоженством. Эта проблема не только у нее, но и у мусульманок в целом. Но как это мешает тебе принять ислам? Она сказала, я принимаю многоженство. Вначале я была против, но увидев мудрость этого предписания, я поняла, какая польза в нем заключена. И сама начала перечислять пользы. Тогда я спросил, так в чем же проблема? Она сказала, я прочитала в книгах богословов-факихов, что если муж берет вторую жену, он не обязан известить первую жену. То есть, если мой муж берет вторую жену, я не против. Это его шариатское право. Это говорит не мусульманка. Однако я не могу принять то, что он может скрывать это от меня. Я ей сказал, да, некоторые богословы так сказали, но я лично не поддерживаю это. Потому что были случаи, когда это раскрывалось и начинались семейные проблемы. Я ей объяснил, так не следует делать и так будет лучше, объяснил все моменты, но она все еще не согласилась принять ислам из-за этой причины. Ты на 110% убеждена в исламе, кроме этого вопроса. Принципы, основы, свидетельства, все это ты готова принять. Остается только этот вопрос. Она отказалась принять ислам. В час и два мы объясняли ей, но она отвергла. Этот вопрос никак не выходил из ее головы. Затем, после двух недель, она снова позвонила. Шейх, я подумал над вашими словами, и вы правы. Я думаю, что приму ислам, но хочу с вами встретиться еще раз. Я позвал ее на встречу в четверг в тот же центр после лекции. Она пришла с руководительницей центра. Я был женой, и пришла еще одна женщина филиппинка, недавно принявшая ислам. И ее подруга католичка, которая интересовалась исламом и хотела задать мне вопросы. Я сидел вот так, здесь была филиппинка с подругой, жена была сбоку от меня, а с этой стороны руководительница центра и шведка. Мы немного поговорили, и хвала Аллаху Господу миров, она приняла ислам. Произнесла шагаду, свидетельство и стала мусульманкой. Руководительница центра не сдержалась и начала плакать. Это подействовало на шведку, и она тоже начала плакать. Они обе плачут, моя жена не сдержалась и тоже начала плакать. За ней филиппинка мусульманка начала плакать. А ее подруга, пришедшая узнать об исламе, под впечатлениями от такой картины тоже начала плакать. И я один не плакал, сдерживая себя, не зная плакать или нет, я же мужчина и должен быть сильным. Субханаллах, все они плакали. И та, которая пришла спрашивать об исламе, увидела эту атмосферу, эти чувства, слезы после принятия ислама и сказала. Это все, что я хотел увидеть, у меня больше нет вопросов, я знаю достаточно об исламе и хочу принять эту веру. Она произнесла свидетельство, и они начали плакать еще больше. Хвала Аллаху, была такая удивительная атмосфера, полная искренности и веры. Как принимают ислам, не могут сдержать чувства. Да, Субханаллах, мы часто замечаем, что произнеся шахаду, люди поддаются впечатлениям. Некоторые даже говорят, когда я произнес шахаду, как будто из меня вышли все тревоги, заботы и беспокойства. Я хотел бы также сказать, что я помню, как сам ходил принимать ислам. Здесь есть ошибка, распространенная среди людей. Человек, убежденный в исламе, полагает, что нужно пойти в исламский центр и объявить там о своем исламе, или объявить перед свидетелями. Это неправильно. Если ты убедился в правильности ислама, сразу, сейчас же, произнеси шахаду. А затем, приходи в центр или мечеть и расскажи об этом. Когда я, находясь в Америке, изучал ислам и был готов принять его, мне сказали, приходи в исламский центр. Та же ошибка. Может что-то случиться, человек может просто умереть по дороге. Это дело нельзя откладывать, если человек готов принять ислам. Потом ты его можешь принести в центр, мечеть, он произнесет шахаду и объявит всем, в этом нет никакой проблемы. Когда я сам собирался сказать шахаду, я испытывал страх. Как эти слова произнести? Я в школе много раз пытался изучать испанский, но все без толку, хотя испанский легкий язык. А теперь, как я произнесу это слово на арабском, нельзя ли на английском? Мне сказали, смысл достаточно понять на английском, а слова надо на арабском. Но как эти слова произнести? Мой язык никак не может. Однако, когда начал говорить, то произнес очень легко. Поэтому многие люди чувствуют спокойствие. Они начинают плакать из-за переполняющих их чувств. Субханаллах. Почему нельзя печалиться и грустить? Что говорят хадисы об этом? Ищите ответ на shakir.com. Ссылка в описании. Субханаллах. 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 Субханаллах.